Большинство украинских футбольных клубов, чиновники и арбитры каждый день судорожно следят за новостями. Если на следующей неделе в стране объявят первый этап выхода из карантина, командам позволят возобновить тренировочный процесс. И тогда можно будет рассуждать и о продолжении чемпионатов. Но это только при условии улучшения статистики распространения коронавируса. Если регионы будут выходить из особого положения по-разному, то клубы будут выходить из спячки медленно. Это скажется на турнирном графике. УЕФА требует от национальных федераций предоставить план возобновления до 25 мая. В ряде стран, например, в Голландии и Франции, решили уже закончить чемпионаты. Как они будут распределять еврокубковые места, тоже пока неизвестно. Одесские футбольные обозреватели считают, что чемпионат Украины завершить необходимо. И распределение мест должно проходить исключительно по спортивному принципу. На Лигу чемпионовское второе место претендует еще и Десна и в определенной степени Александрия. Поэтому говорить о том, что это только две команды Десна или Динамо Киев и Заря, тоже как бы немножко неправильно. Потому что там разница совсем небольшая, несколько очков. Поэтому если проводить какие-то поединки, то это должны быть, наверное, тогда плей-офф за право играть в Лиге чемпионов. Нужно все решения принимать сугубо по спортивному принципу. Никаких решений насчет того, чтобы поставить все как есть, не должно быть ни в коем случае. Потому что, во-первых, это будет несправедливо. Возможно, какую-то систему мини-турнира, где определится истинный обладатель каждой из путевых. В самих клубах ждут решения вышестоящих органов. Все, что остается, это проводить работу над ошибками по уже сыгранным матчам, тренироваться дома в одиночку и следить за чемпионатом Белоруссии, где чемпионат не приостановили и играет немало украинцев. Здесь очень много мнений, информации, разные страны по-разному. Да, белорусы вообще не заканчивали. Там президент видит так и никак по-другому, и тоже отдать ему должность. Потому что пока показывает та же статистика, что у них все нормально. Как бы ничего не произошло, не знаю, как так происходит, конечно, они себе играют, получают удовольствие от этого и работают. Так, как и народ. Мы все-таки все так же исходим от того, что мы слышим и что нам говорят. Потому что я не могу взять ответственность как тренер, начать тренировать команду просто из-за того, что я, например, не верю в коронавирус. То есть есть правила, которым надо придерживаться. И то, что сказали, закончить или не закончить, у всех свои задачи. Пока карантины тренироваться запрещают даже на улице, футболисты выполняют домашние задания наставников на удаленке. Он за странственные финты, это Лукас. У нас и мяч уже Дмитрий Викторович подключил. И вот, например, Лукас вот еще и чудит, вот такие фишки выкидывает. А наши могут повторить за ним? Ну, можно запустить. Сначала там это было, там, комменты, шутки, прибалутки. Нет, мы потом включились и сказали, это очень серьезная вещь. Потому что неизвестно, сколько мы просидим. Пять раз в неделю, часовые работы, час-час 15, где входят на самом деле сильные вещи по поводу и силы, и координации, и реакции. Те вещи, которые ты не можешь, в принципе, когда ты там в отпуске находишься, ты не можешь их так подкорректировать, если ты не работаешь под команду. Футбол – это не только профессиональные клубы, но и детско-юношеские первенства города и области. Тысячи юных футболистов при желании также работают дома, получают дистанционные задания, записывают конференции, развивают футбольное мышление посредством киберфутбола. А кому-то вот повезло с легендарным дедушкой, который забил 4 гола на Мундиале 66-го года в Англии. Со своим мальчиком я работаю дома, каждый день, и он у меня и бегает, и, как говорится, занимается жонглёрством, жонглирует всё как положено, обводит, меня обводит. Ну, в общем, у нас стенка приличная, он бьёт в стенку с левой, с правой, научился с двух ног, бьёт, хорошо, я доволен. Мы выходим, мы сначала бегаем 20 кругов вокруг дома, потом мы прыгаем, потом делаем рывки большие, а потом просто с мячиком работаем. Мы сейчас находимся в положении, где, можно бы сказать, всё так остановилось, да, и все находятся в таком поиске, наверное, себя, и помощи как-то найти не только для себя, но и для окружающих. То, что касается детей, то, я бы так сказал, призывало к тому, чтобы они больше занимались саморазвитием, да, что очень важно для прогресса футболистов профессионального. Я думаю, что сейчас как раз тот момент, где можно этому определить особое внимание, поэтому не должен забывать тренироваться дома. Для поддержания физической формы и продолжения футбольного роста для юных воспитанников в областной ассоциации футбола запустили программу видеоуроков. Идея принадлежит братьям Галюза, Илье, экс-игроку-черноморца Таври и Зари, и Сергею, который играл в Литве, Белоруссии и Молдове. Они уже записали 10 серий. Там и техника работы с мячом, и физические нагрузки. Идея создания видеоуроков по футболу у нас с братом витала уже в голова говно. Мы до карантина сделали основную работу. И во время карантина уже выкладывали все видеоуроки. Сделали 10 видеоуроков разной направленности, на координацию, на технику работы с мячом, физическую работу. Сделали несколько комплексов. Вот, поэтому во время карантина, когда ограничены перемещения, и в основном все сидят дома, очень удобно легла наша работа, вот эти видеоуроки. Чтобы добиться результата, работать над собой нужно не только во время карантина, но и ежедневно. Просто на самоизоляции это еще один повод задуматься над своими сильными и слабыми сторонами. Но это все, увы, лирика. А вот когда мы наконец снова увидим реальный футбол, зависит от темпов снижения уровня пандемии. На судьбе многих клубов этот период отразится еще и с финансовой точки зрения. В Черноморце без объяснения причины уволили главного тренера Остапа Маркевича. И официально об этом еще даже не заявили. Наставник толком не проработал и полгода. Зимой он собрал новую команду, но в официальных матчах ее проверить, видимо, было не суждено. Из кулуаров мы узнаем, что команда сезон в любом случае доиграет. Если его возобновят, то как она будет выглядеть и кто за нее будет играть? Вопросов десятки. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал Репортер. Репортер.